Друзья, добрый день! Сегодня вновь мы в Академии Рестор снимаем интервью. Наш сегодняшний гость, гитарист и самопродюсер Олег Изотов. Олег, привет! Привет, Миша! Всем привет! Олег, в общем, без ложной скромности скажу, что ты являешься одним из топовых гитаристов в стране, одним из гитаристов, реализовавших свою мечту и занимающихся любимым делом большую часть своего времени, как я понимаю. Давай начнем издалека, с чего все начиналось и когда ты понял, что это твое и что ты хочешь заниматься именно этим, а не чем-то другим. Ой, вопрос содержательный. Ну, наверное, очень далеко в детстве я просто мечтал, скажем так, заниматься музыкой, мечтал именно как ребенок, ну, то есть я просто себе это представлял. Очень далеко в детстве это в каком возрасте? Если говорить конкретно об инструменте и вообще рок-музыке, то лет где-то восемь я видел ACDC по телевизору и мне казалось, что гитара это прям самый крутой инструмент, самый прямо отражающий то, что вообще надо делать. Ну и, собственно говоря, я был фанатом там рок-музыки, вот начиная с этого возраста. И так продолжалось лет до 12-13, пока я не пошел в рок-студию Красный Химик, но это культовое место в Москве, ну, такой рок-колледж, ну, не колледж, это даже рок-лицей. Многие известные музыканты, выпускники этого заведения. То есть я практиковался, я придумал свои идеи, я в тетрадку, значит, там записывал всякие табулатуры, всякие гаммы, всякую теорию, то есть очень-очень огромную часть музыкального фундамента, я, в принципе, осваивал самостоятельно на базе того материала, который был тогда. Ну и в это же время занимался в Красном Химике. То есть через два года я уже писал полноценные треки. И, в принципе, я этому никак не учился, в том смысле, что никто этому не учил, я просто сел перед компьютером и стал с нуля, нет, не перед компьютером, подожди, с двухкассетного магнитофона я начал. Мне преподаватель записывал партии барабана, значит, с секвенсора, я ставил их на одну сторону, на другую там гитару играл, вот. Потом я их переставлял, ну ты понимаешь, да, и получалось наложение. И в 16 лет я сыграл на фестивале многоликой гитарой, фестиваль-конкурс, да, где достаточно всегда сильный музыкант играет, в своей номинации занял первое место в номинации рок. Вот, то есть, естественно, пошел сразу большой резонанс, какие-то интервьюшечки там, то есть, ну, то есть, мне как человеку, который просто сидит дома играет и первый раз фактически выступил на, ну, для людей, да, со своими треками, причем достаточно сложными. Стало очевидно, что, ну, мне как бы вот явно надо поступать в джазовое училище, ГМК-ИД сейчас называется, музыкальный колледж эстрадом джазового искусства. Когда-то был Гнесинкой, потом стал самостоятельным. Ну, я год туда готовился, поступил и все, то есть, через там, буквально два месяца, у меня уже была, скажем, не через два, но через какое-то время уже профессиональная работа, я ездил постоянно на студию, там, ну, то есть, уже все, прям движняк шел прям по полной, то есть, с первого курса училища фактически. Вот ты говорил, что значительную часть музыкальной теории я осваивал самостоятельно. Для многих гитаристов это очень большой камень прикновения, осваивание музыкальной теории, потому что, как правило, это преподают на клавишах, заниматься этим не хочется, хочется гонять какие-то гаммы. И все-таки, вот, не слишком углубляясь в глубоко вопрос, но ответь, пожалуйста, как самостоятельно начать это осваивать, хотя бы с чего начать, чтобы не заблудиться во всем многообразии и чтобы это сразу дало какой-то результат? Ой, сложный вопрос. Ну, надо сначала знать ноты на гитаре, строение аккордов. То есть, самые базовые вещи, что такое трезвучие, где ноты на гитаре, что такое диеза бемоли. Потом, где аккорды строятся согласно общепринятой теории в рамках тональности. Но мне большой толчок дало именно освоение ладов, то есть всякий лидийский, дорийский лад и так далее. Вот Сатриани, кстати, многообещающий музыкант, рекомендует осваивать лады так, что это берешь ноту до и до мажорный аккорд. И от него все мажорные лады строишь, и тогда ты понимаешь разницу их звучания. То есть, миксолидийский, лидийский, мажорный. Потом берешь доминорный аккорд, строишь неударийский, фригийский и минорный. Давай поговорим с точки зрения совсем-совсем новичков, которые там не держали, скажем, гитару в руки никогда. Двадцатилетние парни, которые закончили вуз и вдруг поняли, что хотят учиться играть на гитаре. Вопрос номер один. Учиться ли по упражнениям на ютубе или все-таки сразу пойти к преподавателю? Сейчас такое время, когда обилие разных преподавателей велико. То есть, есть очень много народу, которые позиционируют себя как преподаватели, порой не имея в принципе должного уровня, как практического, так и теоретического, чтобы реально дать какой-то вот большой выхлоп. То есть, может быть, они хорошо поставят там технику и так далее. То есть, если идти к преподавателю, лучше идти к какому-то человеку, который, скажем так, ну, имеет хорошую репутацию, там известен и так далее. Вот. Потом надо всегда понимать, что вы хотите от гитары. То есть, если вы хотите играть песни любимых артистов, то надо просто садиться играть песни любимых артистов. Преподаватель для этого, может быть, не обязательно нужен. Как другой вариант, это пойти, допустим, в какую-то там, ну, в какую-то школу. Сейчас существует большое количество всяких рок-студий и так далее, где, в принципе, ну, контроль преподавателей, он, ну, все-таки такой нет. Это не то, что частный человек любой там выложил. Да, вот сейчас в интернете каждый третий человек это преподаватель по гитаре и фотограф. В ютюбе я бы советовал, скорее так, лучше заниматься каким-то проверенным видео школам. Классическим, безотказным. Например, Пол Гилберт. Вот, ну, никто не ошибется. То есть, если играть с правой рукой, как у Пола Гилберта, вот, все будет классно. Если сидеть просто смотреть каких-то там ребят, там, блогеров, ну, может быть, но, скорее, лучше все-таки идти по проверенным вариантам. Ребята, не бойтесь извлекать звук. Играйте на сто двадцать процентов, если вам кажется даже, что это очень громко. Особенно, если вы хотите играть рок, потому что, как правило, проблемы со звукоизлечением, они идут из-за того, что люди почему-то стесняются играть. Вот, я им говорю, да ты вдарь просто утрасадный. На самом деле, это все легко. Особенно, всякие технические вещи. Вы просто берете, медленно играете качественно. Ну, то есть, казалось бы, под метроном, видимо. Ну, не важно. То есть, надо, например, что-то выучить. То есть, подход, он очень простой. Надо просто сделать медленно, качественно и потихоньку ускоряться, не теряя качество. То есть, суть, она очень простая. Но проблем, которые у людей возникают на этом этапе, очень много. И одна из них, кстати, тоже немаловажная, это привычка плохо играть. То есть, это, так называемый, такое возюканье баловство. Это когда человек вот берет гитару, он такой думал, ну, я сейчас просто так побалуюсь, я серьезно играть не буду. И что-то ковыряет, и у него не получается. На расслабоне для себя. Да, да, на расслабоне. Ну, ты все правильно понял. Вот этот расслабон, он въедается прямо корнем в такую привычку плохо играть. И она всплывает потом повсюду, даже если человек кажется, что это не так. То есть, это очень важный момент, что всегда, когда вы берете в руки инструмент, надо хорошо играть. Но это то же самое, что, я не знаю, брать в руки фотоаппарат, если какую-то хрень снимать, там, ой, я учусь на фотографа, ну, я сейчас просто так побалуюсь, и начинаешь фигню какую-то крутить все подряд. Вот что получится? Тема очень животрепещущая среди гитаристов. Педалборд и процессор. Где уместно одно, где уместно другое? Сейчас постараюсь ответить. Хорошо и то, и другое. Вместо педалборда, я бы, на самом деле, сказал бы, усилитель или комбик. Настоящий, транзисторный, например, или ламповый. То есть, я, как бы, моя точка зрения, она такая. Процессор суперская вещь. Она удобная для живой работы, для быстрой коммутации, для кучи звуков в одном флаконе. То есть, масса есть удобных вещей на процессоре. Минусы процессора. Это не совсем адекватная передача игры. Это иногда задержка, из-за чего появляется привычка играть вперед немножко, как, например, на большинстве лайнсиксов. Вот. То есть, нельзя всегда играть только в процессор, потому что руки испортятся точно. Значит, педалборд. Это все здорово, но этот процесс бесконечный. То есть, все люди, которые собирают педалборды, они, как правило, в это углубляются очень жестко. И, ну, честно говоря, я не всегда вижу какую-то концептуальное, действительно улучшение или различие. Это просто постоянная смена педалей. Вот есть гитарист, мой хороший товарищ, Артем в группе Мумитроль играет сейчас. Вот у него вот такой педалборд. И он, вообще, красавчик, он спевает прям реально там в одной песне использует 20 звуков. То есть, вот этот человек, который реально прям освоил, да. Бывают мини-педалборды, там, для работы, например, как-нибудь кавер-группа, и тебе там нужно несколько эффектов, буст, еще чего-то. И тебе всегда ставят какой-нибудь комбик, типа там Fender. Вот. И у тебя этот педалборд хорошо звучит с Fender. Вот. Тогда, конечно, педалборд. В общем, если суммировать, должна быть возможность играть и в то, и в то. Но процессор, он скорее все-таки нужен для какой-то такой оперативной работы. Например, там, не знаю, приходишь на студию, где ничего нету, но твоя задача круто все записать. У тебя должен быть какой-нибудь Kemper или Axe, чтобы там быстро нарулить крутые красивые звуки и так далее. Главное, чтобы процессор не был одним единственным вообще источником звука. То есть, как правило, это ведет к не совсем адекватной игре. Вот. Вот я, например, дома занимаюсь для того, чтобы прямо заниматься-заниматься. У меня стоит транзисторный комбик Randall, где я ставлю гейн там на 3 единички из 10, да, чтобы он был такой недогруженный. И я вот реально слышу вот реальный результат того, чего играю. То есть, вот такой честный-честный. И вот это вот, когда я практикуюсь, я играю так. А когда я что-то пишу, записываю там, ну, то есть, вообще идет какая-то работа, я там использую чего угодно другое. Хорошо, отстраивая процессор для больших площадок, на что важно обратить внимание? Ну, то, что когда ты слушаешь пресет, ну, дома, на колонках или в наушниках, по-другому работает физика звука, нежели чем на больших-больших площадках. То есть, проблема в том, что люди накручивают высокой середины, верха, а на большой громкости это все умножается, и звук становится такой очень ядерный, такой резкий. Пресеты, которые хорошо звучат в больших залах, они дома, как правило, кажется, что тускло звучат. Хотя, на самом деле, это не так. То есть, когда ты в конечном счете втыкаешься в большой звук, ты понимаешь, что все совсем иначе. Ну, на то, что, например, чтобы правильно понимать, как звучит имитация того или иного усилителя, надо все ручки ставить посередине. То есть, тоже, казалось бы, очевидная истина, но почему-то она так смело игнорируется. То есть, никакого эквалайзера, ни при, ни пост, просто все ручки посередине, вот ты слушаешь, что получается. Вот ты слышишь приблизительный результат, который ты можешь более-менее скорректировать за счет, там, ручек тембра и так далее. Вот, вот на это надо обратить внимание. Играя на больших площадках, ты отправляешь стереосигнал из процессора? Да, исключительно, потому что, как правило, я использую и стереоэффекты. На Аксе у меня сейчас вообще стоят там разные кабинеты, которые дополняют. Вот, в рамках шведской группы, где я сейчас играю, у нас с гитаристом все вообще категорически продумано, чтобы мы именно были в стерео, и у нас каналы там в правильном соотношении друг-друг дополняли. Ты говорил о том, что с самого начала, с самого начала занятия игры на гитаре нужно себя записывать. Да. Стоит ли сразу это делать с помощью какого-то полноценного секвенсора типа Cubase, или там Ableton, или Logic, или же достаточно какой-то более простой программы, который позволяет лишь записывать звук гитары? Достаточно самого простого средства типа фотоаппарат, камеры и так далее. То есть ты включаешься в какой угодно там комбик, еще чего-то, и просто вставишь его перед... Да, зеркало, можно сесть перед зеркалом, и просто... И многие выводы по тому, что не так, сделают уже просто по отражению себя в зеркале. Ну ты имеешь в виду визуальную? Ну да, надо, надо... ну как сказать, надо видеть и слышать себя со стороны. У тебя дома, насколько я знаю, домашняя студия, да? Да. Для каких целей ты ее используешь, и какое оборудование в ней состоит? Ой, ну для целей, для любых я стараюсь ее использовать. То есть, грубо говоря, все, кроме записи живых барабанов, в принципе, ну или может оркестр, да, я в состоянии там сделаю. То есть у меня есть вокальная кабинка. Все ты имеешь в виду трек студийного качества? Ну, в принципе, да, такого, как бы, который, да, будет, по крайней мере, очень к нему приближен. Ну, если речь идет про создание трека с нуля, опять же, смотря какой жанр, если это электронная музыка, то он весь делается в компьютере. Ну, в основном, кроме, естественно, топовых случаев. То есть я свожу, пишу аранжировки, пишу гитары, там, бас, голоса, ну, соответственно, любые инструменты, которые можно снять на микрофон. Вот. У меня все достаточно просто. У меня карта RME Fireface 800, у которой есть внутренние всякие апгрейды, там ее переделывали. У меня мониторы Yamaha MSP5 до сих пор. У меня там несколько разных наушников. BR Dynamics самые ходовые. У меня два микрофона, ну, много микрофонов, но основные – это аудиотехника 4047 и ламповый микрофон Trahmann от Саши Трохина. Ну, такой кастом микрофон, хороший, тоже там, доведенный до ума. Sennheiser 906, есть несколько гитарных аппаратов. Аппараты, ты имеешь в виду усилителей? Да, у меня есть AMT, значит, Stonehead, голова и кабинет 2х12. Есть комбик Randall, комбик Brunetti. Соответственно, есть закрытая кабинка вокальная, где там все можно писать либо в открытый. Там же всякие шейкеры и всякие штуки пишутся, ну, в общем, чего угодно. Чем больше реальных записанных сэмплов треки, тем все живее звучит. Ну, акустика, соответственно, там 10 разных гитар. Ты играешь только медиатором или пальцами играешь тоже? Я очень много играю чекин пикин, вот, очень много. Типа как кантри играешь? Ну, как я зацепляю ноты, ну, и на акустике, и на электрогитаре как-то так, мне кажется, это, ну, в привычку вошло, в общем. Чтобы целиком пальцами редко играю. То есть это в основном как раз бас-гитара или какие-то отдельные чистые партии, где вот прям надо пальцами. Вот, но пальцами играть очень круто, это совсем другое ощущение динамики. То есть, если звук чуть-чуть недогруженный, то пальцами вообще кайфово играть, такой легкий кранч. Вот там прям все будет такое. Типа как джейфбэк? Ну, да, да. Без каких приложений на iPhone не обходится твоя студийная и концертная деятельность? Ну, студийная вообще так, она, ну, не задействована. Ну, в каком смысле, что если я где-то езжу, то на телефоне можно делать полноценные демки, писать там такие достаточно содержательные треки на GarageBand, встроен, который у меня по умолчанию с прошивкой шел. Еще у меня там есть именно для гитарной практики JamUp приложение. Ну, то есть это iRig плюс телефон. У многих начинающих гитаристов есть такая проблема. Они пытаются что-то играть в коллективе, играют, скажем так, не то, что уместно. О, да, да, большая проблема. Тянут на себя одеяло, они слушают других. Вот, расскажи, пожалуйста, как найти свое место в миксе гитаристу или даже не то, что в миксе, а среди других музыкантов. Вот есть барабанщик, басист. Что играть? Чтобы было качево, мощно, классно. Да, я понял вопрос. Надо отдавать себе отчет в том, какую функцию несет инструмент. То есть многие просто не могут, скажем так, до конца смириться с тем, что гитара, по большей части, это аккомпанирующий инструмент. И, допустим, по большей части он должен быть такой, чтобы было удобно вокалисту, чтобы вокальная партия хорошо читалась, чтобы он еще ей помогал, например, зацеплять какие-то ноты в отдельных случаях, правильно украшал, заполнял недостающие тесситуры и так далее. То есть нужно понимать, для чего вообще это все играется. То есть это, кстати, не только среди гитаристов. У барабанщиков тоже часто такая история, что дебрейки в каких-то неуместных местах вставляют. Не такая частая может быть, как среди именно гитаристов. Просто люди не совсем слышат со стороны, чего получается. То есть они не сконцентрированы на концепции, а не сконцентрированы на том, как круто они играют и насколько хорошо это слышно в рамках песен, где это особо не нужно. То есть очень часто, к счастью к моему, моей работой является то, чтобы делать вот именно такие партии простые, уместные и которые не тянут на себя дело. Как научиться их делать? Надо просто слушать качественную музыку и анализировать, как гитара в ней работает. Во-первых, во-вторых, слушать со стороны, если это касательно коллективной деятельности, записывать и слушать, и стараться абстрагироваться от музыкантского слуха, и стараться слушать микс как просто слушатель. По поводу аранжировок. В сети огромное множество демок, начинающих гитаристов, и все они звучат, слышно, что это демка. Расскажи коротко, может быть, последовательность шагов, на что стоит обратить внимание, что стоит изменить в миксе, чтобы чуть-чуть на шаг улучшить его качество, приблизиться к тому, что мы привыкли слышать из колонок радио. Ну, мое мнение такое. Надо как можно меньше экспериментировать с плагинами именно на этапе вот такого, скажем так, человека, который только-только. То есть есть профессиональные музыканты, крутые, кто с плагинов ухитряется доставать настолько крутой звук, что никогда не подумаешь. Но лучше этого не делать на этапе, когда вы еще не являетесь, объективно говоря, профессиональным музыкантом. По возможности писать живые инструменты. Забыл задать тебе вопрос, очень важный, по поводу именно игры. Ты занимаешься дома сидя или стоя? Классный вопрос! Чувак, я пишусь стоя, как правило. И пишусь, и занимаюсь, потому что для того, чтобы хорошо попадать в грув, надо или плотно сидеть в наушниках, или стоять перед мониторами и прямо в них вот играть. То есть да, это круто. Я хочу сказать, что важно стоя очень играть. Олег, в заключении нашей беседы дай, пожалуйста, молодым гитаристам три простых, эффективных совета. Да мне кажется, это достаточно универсальные советы для всех начинающих и уже серьезно что-то осваивающих людей. Надо просто получать удовольствие от того, что вы делаете, и искренне любить свое дело. То есть большая ошибка или заблуждение это, скажем так, ну делить шкуру неубитого медведя. То есть вот бывают люди пишут, о, привет, слушай, я думаю серьезно сейчас заняться музыкой, вот я иду учиться на гитару, вот как ты думаешь, что мне надо сделать, чтобы через год зарабатывать примерно 50 тысяч в месяц, играя на гитаре? То есть вот это кардинально неправильная постановка вопроса. Один известный бизнесмен, значит, сказал, что если у вас нечего есть, надо идти на работу, чтобы было что есть, на любую. Вот, если у вас уже есть что кушать, вот, надо заниматься тем, что нравится, тем, что любишь. Вот, ну что нередко бывает, что искреннее хобби превращается в профессию, когда люди сами того не планируют. Ну, в общем, кайфуйте от того, что вы делаете, но только надо делать хорошо. Ну, второй совет, сидите поменьше в интернете, вот, больше гуляйте на улице, в парке, в городе, смотрите достопримечательности, общайтесь с людьми. Третий совет, послушайте, что я делаю с той целью, чтобы вы просто понимали, что во все это вложено очень много сил и энергии, но в первую очередь именно просто желание сделать для себя. То есть надо понимать, что когда я начал заниматься, и все там годы очень большого объема времени, потраченного на практику, оно делалось просто потому, что я очень любил и люблю это дело, и углублялся в него совершенно искренне, не думая о том, что там будет через год, через два, там, и так далее. То есть с этого начинали многие успешные люди в своих сферах и приходили к большим результатам. Спасибо огромное за беседу, интересную и приятную. Ура, ребята, задавайте вопросы, присылайте там Ваське ВКонтакте, мы ответим.